Готовь сани летом. Продолжаются масштабные работы по кардинальному обновлению теплосетей. В рамках программы Нурлужол в этом году будет обновлено еще 7 километров труб. Общая протяженность труб теплоснабжения 186 километров. Напомним, на сегодня обновлено 53%. В этом году на продолжение работ по модернизации теплосетей из Национального фонда выделено свыше 2 миллиардов тенге. В рамках собственной инвестиционной программы КТЭЦ 137 миллионов тенге. На сегодня в ходе подготовки к отопительному сезону в рамках программы Нурлужол ведется модернизация основных магистральных и внутриквартальных теплосетей. Капитальный ремонт третьего турбогенератора, текущие шестой турбины, ремонт шестого и девятого котлов на стадии завершения. На КТЭЦ ведется текущий ремонт семи котлов, а также автономных котельных и котельных Бельколе. На газотурбинной установке будут заменены два теплообменника. Вы смотрите новости. Областной департамент по делам госслужбы организовал ярмарку. Цель такого рода мероприятия – повышение доступности государственных услуг для населения. В ходе ярмарки свыше 200 горожан получили консультации по госуслугам. Жители интересовали порядок приема детей в школу, условия постановки в очередь на жилье, земельный участок, жилищные программы 7-20-25 и ОРДА, получение электронного цифрового ключа, регистрация сотового телефона и другие услуги. Отметим, такие ярмарки с начала года проведены в Шиилисском, Аральском, Казалинском, Крамакшинском районах. «Хочу отдать свою дочь 101-ю школу. Проконсультировалась и узнала, что теперь родители первоклассников собирают лишь четыре документа. Это заявление, справка о свидетельстве рождения ребенка, копия, фото 3 на 4 и справка о здоровье». «На ярмарке консультацию предоставили свыше 20 госорганов, оказывающих госуслуги. До конца года такие мероприятия будут проведены во всех районах области». Республиканский благотворительный фонд «Харикет» вносит свою лепту в обеспечение малоимущих собственным жильем. Фонд «Харикет» создан сравнительно недавно, но уже сделано немало. На сегодня на пожертвования в разных уголках страны обеспечены жильем 24 малоимущих семей. Так, благодаря фонду, в месяц рамазан обрела собственный кровь многодетная семья Бекпосуновых в Шиилийском районе. Фонд продолжает работу в этом направлении. Под девизом «тысяча тенген на жилье» через социальные сети ведется сбор средств от неравнодушных людей. В ближайшее время еще одна козлардинская семья справит новоселье. «Цель информирования о работе фонда – призвать к благотворительности, не для того, что восхвалять себя. Это не приведет к хорошему. Наша основная миссия – донести для людей, что все мы можем сделать мир лучше, помогая друг другу». Впервые в Козларде центр «Рухани Жангру» в формате «Нейшнл Тест» провел акцию национальных напитков. Всех, кто занят ремонтом дорог, очисткой улиц, а также водителей общественного транспорта, в этот день ждал приятный сюрприз. В обеденный перерыв их бесплатно угостили кумысом, шубатом, баурсаками. «Мы рады, что не забываются наши национальные обычаи – кухня. Их активно пропагандируют. Не ожидала такого внимания. Приятно удивили». Мероприятие вечером продолжилось на Арбате. Здесь была организована викторина на знания национальных обычаев и кухни. Победители получили возможность вкусить национальные напитки. Были также проведены различные игры. Ансамбль бабушек исполнил свои самые лучшие песни. «Сегодня мы утоляем жажду газированными и энергетическими напитками, тогда как ничем не уступают им и очень доступны наши кузье Аштпа-Шубат. Мы решили в ходе акции напомнить вкус наших напитков». Отметим, мероприятие вызвало большую интерес у козлординцев, а значит, найдет свое продолжение. Это было последнее сообщение выпуска. Смотрите наши новости через портал «Кастерка.кз» на сайте телеканала «Кызлорда». И о погоде на сегодня спонсор прогноза «Комплекс Арбат». Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал «Кастерка». Лязя Толсты Жан Сова. Лязя Толсты Жан Сова. Лязя Толсты Жан Сова. В Крамахшинском районе днем 27, ночью плюс 14 градусов. В Шалагашском районе днем 28, ночью 15 градусов со знаком «плюс». В Сардаринском районе днем 29, ночью 16 тепла. В Шалагашинском районе днем 30, ночью 17 тепла. В Жанакурганском районе днем 32, ночью плюс 28. В Казаларде завтра днем 29, ночью 16 градусов со знаком «плюс». Доллар США 360 тенге 12 теннов. Евро 409 тенге 67 теннов. Российский рубль 5 тенге 33 тена. Китайский юань 52 тенге 34 тена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова